Вингеры 2 2 опубликованы Но в черновиках сегодня обнаружил еще и третью статью В ней что-то новое, спросите вы Обязательно найдете какие-то новые для себя акценты Ведь я писал статью, совсем забыв о том, что статья на эту тему уже написана А это говорит о том, что в статье вы обязательно найдете какие-то новые штрихи, не озвученные нюансы В конце концов, повторение мать учения От того, что вы ознакомитесь с одной и той же темой, но разными словами, вреда точно не будет Итак, начинаю Вингер Это термин от английского слова wing, крыло Да, очень удачное название Вингеры это своеобразное крылье команды Ни одна фланговая атака команды немыслима без вингеров Чем характерна игра вингеров? Об этом и будет сегодняшний разговор Вингеры это игроки полузащиты, фланговые игроки Основная задача вингеров блокировать фланговые прорывы соперника при их атаке А также быть организатором и главной действующей силой атак по флангам своей команды Команда с помощью вингеров словно на крыльях летит к воротам соперника Но оставим романтику и образность в стороне Что нужно уметь делать вингеров для успешной игры в своем амплуа? Первое. Высокая культура паса и приема мяча Ведь именно полузащита осуществляет связь между обороной и нападением А для этого техническая пара прием-передача у ховбеков должна быть на высоте Если кто не знает, скажу, что ховбек от английского слова halfback, то есть полузадний Второй закон. Безукоризненно отшлифованной диагонали Именно вингеры чаще других исполняют переводы с фланга на фланг, дезориентируя соперника и изматывая его Так как при смене фланга атаки всей команде оппонентов приходится смещаться к тому флангу, где находится мяч Третье. Видение поля Это умение играть с поднятой головой и правильно оценивать ситуацию на футбольном поле Здесь необходимо добавить то, что вингеры обязаны уметь оценивать ситуацию на футбольном поле Фотографируя ее в течение времени, когда мяч летит к их ногам Только так могут быстро рождаться решения на футбольном поле Четвертое. Очень часто вингеры в связке с атакующими защитниками или фланговыми нападающими Врываются в штрафную площадку соперника с фланга А это означает, что у них в обязательном порядке должен быть поставлен удар шведой Главное ударное оружие атакующих при фланговых прорывах Я даю ссылку Зайдите на блог и посмотрите на нее в соответствующей статье Эта ссылка, которую вы видите, рассказывает о смертельной опасности для обороняющихся удара шведой Прошу обратить особое внимание на момент, который вы увидите на первой минуте и 58 секунде этого ролика Вы увидите траекторию полета мяча, которая не требует комментариев Эта траектория полета мяча наилучший аргумент для тех, кто сомневается в необходимости учиться удару шведой Необходимо заметить, что в спортивных школах практически нигде не обучают удару шведой Но это не означает, что этот удар не востребован в футболе Все фланговые игроки обязаны уметь исполнять удар шведой Пятый закон Вингеры Важное звено при коллективном отборе мяча Искусство перехвата мяча – одна из обязанностей вингеров Шестой закон Дальнее и точное вбрасывание мяча из-за боковой линии Так как вингеры почти всегда являются участниками контратакующих действий Они должны уметь быстро, точно и на большое расстояние вбрасывать мяч из-за боковой линии Подобное вбрасывание бывает очень опасным, ведь при вбрасывании нет положения вне игры Не пользоваться такой возможностью значит быть безнадежно ленивыми и равнодушными к атакующим возможностям своей команды Седьмой закон Вингеры, как и их партнеры по игре в полузащите, обязаны уметь биться средней дистанции Ведь при умелых действиях нападающих последние обязаны снабжать полузащиту контровыми накатами любого вида А удары с таких накатов осуществляют игроки полузащиты, в том числе и вингеры Восьмой закон Сами вингеры должны уметь делать контровые накаты при исполнении игроками их команды угловых ударов и фланговых штрафных Когда мяч адресуется им, в зону перед штрафной площадкой, вингеры в связке с партнерами по полузащите обязаны уметь делать двухфазные контровые накаты, что требует согласованности с партнерами А также диагональные контровые накаты своим защитникам, располагающимся при атаке своей команды в районе центрального круга Девятое Вингеры, несмотря на то, что являются фланговыми игроками, должны уметь исполнять классический удар с обеих ног Десятое Подкаты – один из главных инструментов исполнения своих функций вингеров Ведь вингеры принимают на себя первую волну контратак соперника по флангу Одиннадцатый закон Игра головой также обязательна для вингеров Но требования к этому виду футбольного искусства для вингеров минимальны Достаточно удовлетворительного уровня, чтобы считать свою игру на фланге полузащиты полноценной Двенадцатый закон Взаимозаменяемость с фланговыми защитниками Это обязательное условие игры вингеров Если фланговый защитник ушел в прорыв, оставив свою зону амплуальной ответственности, то эту зону обязан контролировать вингер Так как он находится чуть сзади ушедшего в прорыв защитника При любых вариантах развития событий на поле в обороне не должно быть дыр Вингеры ответственны за фланги наравне с фланговыми защитниками И об этом они не должны забывать Тринадцатый закон И последний Универсальность игры Главный козырь игроков полузащиты Ведь им приходится не только помогать защитникам, но и участвовать в атаках своей команды Делайте выводы, господа полузащитники Я написал тринадцать ампуальных законов Но можно их написать и двадцать, и тридцать Я пишу основное То, что приходит мне в голову Что я считаю самым главным А развивать эту тему можно до бесконечности Как и любую тему в футболе Так как футбол по своей сути бездонен Что я нового сказал в этой статье? Что нового озвучил в этом ролике? Да ничего нового Или почти ничего Не это главное Моя задача была систематизировать Главное направление самосовершенствования Для полноценной реализации себя как вингера Мне кажется, что с этой задачей я справился Господа вингеры Идите сверху вниз по озвученному списку умений вингера И сопоставляйте со своим потенциалом Если где-то у вас есть пробелы А они наверняка есть То закатывайте рукава и добросовестно изменяйте дела к лучшему Сейчас хотел сказать У меня все, господа Но это не все Я хочу вам показать Для тех, кто не хочет или ленится Заходить ко мне на блог и смотреть ссылку О которой я говорил Посмотрите хотя бы один гол Забитый внешней стороной стопы Я сейчас вам его продемонстрирую Вот теперь у меня все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я думаю...